Выпил, закурил, уснул с непогашенной сигаретой. Этот алгоритм действий некоторых жителей Пинчины остается частой причиной гибели на пожарах. Один из таких случаев зарегистрирован и в наступившем году. К счастью, он с благополучным исходом. Человека спасли, он выжил. Подробности у нашего корреспондента Владимира Горнюка. Есть примета, что 13-е – несчастливое число. Возможно, так сейчас считает и Пинчанин, который едва не сгорел на пожаре 13 января. ЧП случилось в середине Белодня. В тот момент мужчина находился у себя в квартире по улице Федотова 6 и не исключено, что отмечал в этот день Старый Новый год. Угощался спиртным, а с ним и сигаретами. Он выпил две бутылки водки, после чего закурил и лег отдохнуть. Соответственно, произошло возгорание постельных принадлежностей с последующим горением. Температура тлеющего окурка не менее 300 градусов. То есть в любом случае тлеющий окурок, он воспламенит постельные принадлежности, потому что они подвержены горению. И происходит, как обычно, в таких случаях происходит много выделения едкого дыма. Мужчине повезло, что запах дыма вовремя почувствовала соседка. В таких случаях нельзя медлить ни секунды. Но почему-то она сначала позвонила родственникам жильца горящей квартиры и только потом были вызваны спасатели. Переехала жена с сыном. И уже они открыли дверь входную в квартиру. И, соответственно, открыли окна, двери для выхода дыма, потому что вся квартира была задымлена. И уже потом дальше события развивались следующим образом. Приехали наши работники и при помощи маски для одевания на пострадавшего вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. Спасенный оказался в нефрологическом отделении гурбольницы, где есть места для пациентов с отравлениями или алкогольным опьянением. А именно такое состояние медики констатировали у пациента, доставленного с места пожара. Пациент поступил в состояние алкогольного опьянения с ожогами нижних конечностей, с ожогами стоп. Ожоги легкой степени, первой степени, поверхностные. И расценено состояние его как стабильное, удовлетворительное. В больнице не только родственникам, но и спасателям пришлось наведываться в гости к пострадавшему. В этом случае не фруктами баловали пациента, а брали пояснение, как случился пожар и провели профилактическую беседу. Только помогут ли такие предупреждения человеку, который серьезно страдает пагубной привычкой? В этом не уверены ни спасатели, ни медики. С этим пациентом уже норовоучение бесполезно. Посещал его нарколог, у него состояние, кроме алкогольного опьянения, он зависим от алкоголя и вряд ли он уже бросит пить алкоголь. Ни один из людей не желал бы себе такого горемычного соседа. Поэтому что тут можно рекомендовать? Рекомендация одна, установив в свою квартиру автономный пожарный извещатель, который обнаружит пожар по дыму на ранней стадии. После чего можно будет как спасти себя, так и свое имущество. Пожар по улице Федотова в Пинске по счету второй с начала года. На первом, который случился 2 января по улице Огородной, тоже спасли мужчину. И это был аналогичный случай по сценарию. Выпил, закурил, уснул с непотушенной сигаретой. Всего в области с начала года произошло около 40 пожаров, в которых уже погибли 5 человек. Продолжение следует...